Первые 150 км автомобиль проехал с некоторой скоростью, а затем расставшееся расстояние в 1,6 раза больше того, что он проехал, преодолел со скоростью на 4% меньше. С какой скоростью он ехал сначала, если средняя скорость автомобиля на всем пути составила 48,75 км в час? Запишем наши условия. С равняется 150 км, С1 равняется С или 150 км, С2 равняется 1,6 С или 1,6 умножить на 150 км. В1 равняется В, В2 на 4% меньше, чем В1, тогда В2 равняется 0,96 В. В средняя равняется 48,75 км в час. Найти В1, В1 неизвестно. Средняя скорость, В средняя, равняется общий путь, деленное на общее время, на t общее. Эту формулу нужно знать. Найдем общий путь. Общий путь, С общее, равняется С1 плюс С2. Воспользуемся нашими условиями и запишем общий путь. Общий путь будет равняться С1, С1 это 150 км, плюс С2, С2 это 150 умножить на 1,6. Преобразуем, вынесем общий множитель. 150, получается 150 умножить на скобку 1 плюс 1,6. Или 2,6 умножить на 150. Найдем время движения на первом участке. Время движения t1 равняется путь С1, деленное на скорость v1. В нашем случае получается С1 это 150 км, v1 это просто v. Время движения на втором участке t2 равняется путь С2, деленное на скорость v2. В нашем случае получается 1,6 умножить на 150. Знаменатель скорость v2 это 0,96, v. Воспользуемся формулой средней скорости и напишем общий путь. s общая равняется v средняя умножить на общее время, на t общая. Подставим сюда наше значение. s общая мы ранее нашли. Это 2,6 умножить на 150 равняется средняя скорость. Средняя скорость по условию это 48,75 умножить на общее время. Общее время это сумма времен t1 плюс t2. t1 это 150 на v плюс t2. Это 1,6 умножить на 150. Знаменатель 96,0v. Преобразуем. Получается 2,6 умножить на 150 равняется 48,75. И скобок вынесем общий множитель 150 на v. Умножить на 150 деленное на v умножить на скобку. От первого слагаемого остается единица. От второго 1,6 знаменатель 96 сотых. Домножим все наше выражение на v знаменатель 150. Тогда у нас получается. v умножить на 2,6 равняется 48,75 умножить на скобку. Скобку приведем к общему знаменателю. Для этого единицу надо домножить на 0,96. Получается 0,96 плюс 1,6. Знаменатель 96 сотых. Выразим отсюда скорость v. Скорость v равняется 48,75. Знаменатель 2,6 умножить на скобку. В скобках посчитаем. Получается 2,56. Знаменатель 96 сотых. Посчитав, получаем 50 км в час. Запишем ответ. Скорость v1 равняется v. Или 50 км в час. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.